Кремль Что такого выдумали еще в Кремле? Что они напугали всех своих сестер, республик бывшего Советского Союза. И особенно Киев возмутился. А чем? 3 июля 2018 года. Что же случилось и что опять такое натворил Шалун Кремль? Никак не дает он спокойно жить своим соседям. Планы по захвату Украины. Это оказывается ни много ни мало, а планы по захвату Украины. На Украине уже успели возмутиться действиями российского президента. Ах, Шалун! Ах, Шалун, мальчик в песочнице! Как отмечает издание главред ЮА, многие восприняли это как подготовку к вторжению. Точно так же считают и некоторые украинские политики. А как вы бы посчитали? Давайте разберем этот вопрос и посмотрим ваше мнение. Мне тоже важно, как вы бы отреагировали на такие, знаете, действия Кремля, которые провокационные, надо сказать. Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины. Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную Раду и дать отчет о наших возможных действиях, в том случае, если начнется полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос, рассказал источник РТ в радикальной партии. Владимир Путин сделал подарок для руководства Украины, который может теперь начать антироссийскую истерию. Вы понимаете, с одной стороны провокационные действия, а с другой стороны мы говорим об истерии. Не об ответе правильном, а об истерии. Но может быть, конечно, это и истерия, потому что в украинском правительстве тоже мало профессионалов теперь. В основном все так барыги, которые вышли, ну как и в российском. А в российском что, лучше что ли? Они так в балансе друг к другу правители двух сестер республик, когда-то единого СССР. Подобную инициативу можно трактовать как подготовку к очередному масштабному вторжению и получить дополнительные политические очки. Сработает ли это в очередной раз непонятно, заявил источник РТ. То есть мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. А как воспринимать нынешний жест Владимира Путина непонятно. Это знак для начала более глубоких переговоров или это троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи, сообщил опять тот же источник РТ в Минобороны Украины. Так вот, что такое натворил Путин? И мы с вами видим указ Владимира Путина о присвоении 11 российским воинским частям почетных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши. И в Польшу мы залезли. Залезли вызвал неоднозначную реакцию и в Киеве некоторые украинские политики сочли, что этот шаг якобы свидетельствует о планах по захвату страны. Между тем, в СССР заявили, что хорошо бы восприняли инициативу, если бы между государствами были отношения дружеские. В свою очередь, эксперты отмечают, что решение российского лидера связано с восстановлением традиций советской армии. Части получили почетное название согласно тем местам, где они отличились во время Великой Отечественной войны. Ну вот это я сомневаюсь. Конечно, поднятие патриотического чувства, может быть, это и хорошо, но как-то не очень верится. Свежо предание довериться с трудом. Президент России Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почетных наименований 11 частям армии РФ. Глава государства поставил свою подпись под документами еще 30 июня, и они уже вступили в силу. Покажите, покажите хоть один документ, где расписался Путин. А костюмчик не имеет права расписываться. Ну тогда и Путин не расписался. Мы не видели ни одного документа уже много-много лет за подписью Владимира Владимировича Путина. Где же ты, Володя? Согласно новым указам, три танковые полка получили названия, связанные с городами Украины. Так, шестой танковый полк стал Гвардейским-Львовским, 68-й Гвардейским-Житомирско-Берлинским, 163-й Гвардейским-Нежинским. Но вы бы что сказали, когда бы вдруг так с бухты-барахту взяли и поменяли название? А может быть это новое формирование сделали, а нам говорят, что это старое, и это тоже может быть. А вот 90-я Гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия стала, потом 856-й Гвардейский-Самоходный-Артиллерийский-Кобринский полк и 102-й Мотострелковый-Слонимско-Померанский полк получили почетные наименования в честь белорусских городов. Но кажется все-таки, кажется все-таки неспроста такие колдовские действия. Также в российской армии появилась часть, названная в честь столицы Польши, 381-й Гвардейский-Варшавский артиллерийский полк. 150-я Мотострелковая дивизия стала Индрицко-Берлинской, а 400-й Самоходный-Артиллерийский полк стал Трансильванским. А это уже кое-что. Трансильвания. Это замахивание на королевскую династию. Или вы скажете, что такое Трансильвания и Великобританская династия? А очень даже связаны. Вот так, вот так, не разлей вода. Итак, лишь 144-я Ельнинская мотострелковая дивизия и 933-й Зенитный Верхнепреднестровский ракетный полк включили в свои почетные наименования названия только российских городов и местностей. А все остальные были переименованы или вновь сформированы с новыми уже названиями. Да кто же вам об этом скажет? Это же воинский секрет. Иностранные составляющие в почетных наименованиях конкретных воинских частей восстанавливают традиции времен СССР. Так назывались эти полки и дивизии или предшественники в составе Красной, а позже Советской Армии. А присваивались почетные наименования по местам, где эти части отличились в годы Великой Отечественной войны. Вы верите? Давайте попробуем поверить. К примеру, 6-й гвардейский львовский краснознаменный орденов Ленина и Суворова механизированный корпус является преемником 6-го гвардейского львовского ордена Ленина краснознаменного орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Кутузова танкового полка. В составе 4-й танковой армии 1-го украинского фронта он отличился в Львовско-Сандомирской операции июля-августа 1944 года. Брал Львов и в битве за Броды участвовал в разгроме сформированной из украинских националистов дивизии СС Галичина. Ну вот здесь все и сказано, брал Львов. Но, может быть, по этому принципу переименовали. Они же брали Львов. И направление указано как раз в названии полка. То есть каждый полк имеет свое название. И это название – это будущее направление на Польшу, на Берлин даже есть. Ну а кто знает, может быть, аппетиты у нашего Министерства обороны так велики. Ведь молодых людей в стране некуда деть. Их нужно туда, на фронт. И сзади еще поставить заградотряды, как это было во время Второй мировой войны, когда солдат должен был идти без оружия. Молодые парни шли без оружия. А не хватало, говорят, винтовок. А не хватало вообще никакого оружия. И они шли пушечным мясом. И когда они в момент наступления понимали, что они просто пушечное мясо, они оборачивались, чтобы бежать назад. А нет, а там шли смершевцы, заградотряды, которые стреляли по ним. Так что неизвестно, с какой стороны прилетела пуля в сыновей наших великорусских матерей. От своих, что называется, или от врага. А ведь здесь можно разбираться, кто враг в данном направлении, а кто нет. Очень и очень долго. Хотя, я думаю, многим сейчас понятно, что это была за война и где был враг на самом деле. Возьмем 68-й гвардейский танковый житомирско-берлинский полк. Он что, должен стоять и в Берлине, и в Житомире? Ну, вероятно, так решают в Кремле и в Министерстве обороны. А об этом нам говорит военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Нет, просто он отличился и там, и там. Поэтому у него такое название. Так говорит коммерческий директор. Всегда смотрите название «Коммерческий директор». То есть он, конечно, говорит то, что нужно говорить, за что платят. Раз он коммерческий директор, а за что не платят, он вам не скажет. В 1990-е годы ряд этих славных воинских частей были расформированы. Но в 2000-е годы их восстановили. Теперь они вернули и свои исторические названия. Как теперь? 18 лет прошло? А что же они сразу, как их восстановили, не возвращали? А именно теперь, когда ожидает Украина вот-вот удара со стороны России, и об этом говорят СМИ, это украинские СМИ говорят, «И вдруг вот такой вот финт, ну поделили свои куличики в песочнице, ну и Бог с ним, ну зачем же теперь название вешать на каждый куличик, скажите?» «Сохранение славных воинских исторических традиций, воспитание военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу». Какому воинскому долгу? Об этом, кстати, надо поговорить. Это очень серьезная тема. Об воинском долге, воинских обязанностях, и что государство должно этому воину. Вот как мы видим на Фейсбуке, в соцсетях выставили такой сюжет, где на Донбассе солдат номер 9. Матери, гордитесь своими солдатами номер 9. Это кощунство. Для этого матери рожали своих сыновей, пестовали сыночков, обнимали, обучали. И в жизнь выпускали. Чтобы потом какая-то гнида из Министерства обороны написала солдат номер 9. Как показывает опыт, воинские традиции, стремление быть достойным дедов, одерживающих победу, является дополнительным фактором, накладывающим дополнительную ответственность на военнослужащих. Они не могут быть хуже своих предшественников. Подчеркивает Леонков. Этот самый Леонков подчеркивает, что хуже дедов солдаты не могут. Но если дедам из-за градоотряды пулеметили в спину, то, значит, и внукам. Также об этом речь. В России, согласно указу президента, от 12 июля 2000 года, это тогда еще был тот президент, а не костюмчик на пьедестале, как сегодня, почетное наименование можно давать по названиям городов, районов, рек и местностей, с которыми связаны история, боевой путь и наиболее значительные события боевой деятельности. Но я вам хочу сказать, это правильно было тогда, когда шли переименования старых воинских формирований, полков, дивизий. И по названию рек и местностей, ну-ка, это шла речь о российских реках, а не о тех, что в Польше, или не о тех, что на Берлине, а тем более в Украине, да еще и Белоруссию сюда прихватывают, но везде замахиваются, и Польшу тоже, хотят обозначить направление и польским названием. По словам Леонкова, то, что указы президента России о присвоении почетных наименований были неадекватно восприняты на Украине, свидетельствует о том, что Киев теряет связь с некогда общей воинской культурой. Но скажите, какая культура, а? Он что? Адекватный сам-то он? Или он неадекватный? Вот Киев весь остался неадекватным, а вот этот коммерческий директор Леонков, он адекватен. Какая воинская культура? Вы нам покажите эту воинскую культуру. Дедами молодежь расслевать, забивать или строить дачи генералам во время службы или зубной щеткой туалет-драй. Это российская воинская культура. Ах, скажите, какой высокий потенциал у такой российской воинской культуры. Да плюньте вы себе в глаза за щетку, которой драет молодой мальчишка. Твою мать. Ваши туалеты поганые, вечно вонючие. Культура должна быть в чистоте. И в долгий офицерок перед солдатом. А не наоборот. Солдат приходит в армию учиться. А не служить крепостным крестьянином, рабом у этого самого офицера. Но, как отметил в интервью РТ политолог Александр Асапов, своими указами о почетных наименованиях Владимир Путин подчеркнул общее прошлое жителей Украины и России. Борьбу с фашизмом, что не нравится киевским властям. Но победили фашизм или нет, это тоже большой и серьезный разговор. У народа к власти претензия показать архивы. Военные архивы, которые с 1945 года закрыты и теперь уже по 2045. Да какая же это победа над фашизмом, когда архивы все закрыты. А что же скрывают в этих архивах те самые доблестные офицеры, которые сегодня лапшу всем вешают на уши по поводу воинской культуры. Но поэтому прежнее почетное наименование, символизирующее связи с советскими временами, активно заменяется на Украине новыми, отмечают эксперты. Они были заменены новыми, но когда распалась большая держава, СССР, тогда стали менять. Но также и в Казахстане меняли, также меняли и в Латвии, везде. И это был период, он был понятен, он был своевременен. Ну, а что теперь-то? По прошествии стольких лет, вдруг у костюмчика на пьедестале, а скорее всего у военных, они так вот свои дивизии решили обозначить, какая дивизия куда тронется, какая дивизия в каком направлении пойдет. Вот это обозначают. А вы как бы поняли, друзья, я думаю, что это вопрос вообще-то важный. Неужели можно поверить той лапше, которую сегодня вешают нам на уши какие-то коммерческие директоры? А где ответ Министерства обороны? А где ответ Путина? А где ответ военных аналитиков, а не коммерческих директоров? И вот приводится в пример, что так, например, в 2017 году указом Петра Порошенко 72-я отдельная механизированная Красноградско-Киевская бригада потеряла свое подсчетное наименование, связывавшее ее с эпизодами боевой славы времен Великой Отечественной войны. Ныне это 72-я отдельная механизированная бригада имени черных запорожцев. Ну, Порошенко можно понять, он по своей стране выбирает название и дает бригадам. Он не говорит о 72-й московской бригаде. Он же не назначает имя Московско-там, скажем, какая-нибудь Курская, где тоже шли битвы. Я понимаю, что сейчас умники скажут, но не эти же бригады защищали. Но мы не знаем, мы вообще ничего не знаем. У нас, видишь ли, военная культура так высока. Но как дальше в этой статье говорится, что обычай давать почетное наименование по местам боевой славы зародилось еще в России при Петре Первом. Впервые почетное имя Нарвский пехотный в 1708 году получил полк генерала фон Шенбека за взятие Нарвы в 1704 году в Северной войне со шведами. Ох уж сомневаюсь я вообще. В этом историческом факте я сомневаюсь в Петре Первом. Я сомневаюсь, что был такой Петр Первый. Он очень похож на иллюзорную фигуру исторического прошлого, которого не было на нашей с вами территории. Об этом тоже стоит поговорить отдельно. Я думаю, что вы, друзья мои, знаете намного больше, чем вот эти официальные источники говорят об этом. И эта традиция получила свое продолжение в ходе других войн, в том числе Отечественной войны 1812 года и Первой мировой, а затем в ходе Гражданской войны в России и перешла в Красную армию. Ох, как тяжелы эти периоды для России! Ох, сколько лжи в 1812 году войне! А тем более Первая мировая! Это вообще чудовищная ложь о Первой мировой войне! Мы вообще ничего не знаем! Так же включая войну 1812 года! Сколько здесь лжи! Но, видите, мы опираемся на несуществующую историю, мы опираемся на несуществующее событие, и этим мы, как факторологией, мы этим отбиваем пинг-понг, мы этим отбиваем и говорим, ах, какие неадекватные в Киеве сидят! Порошенки! Ну, я понимаю, что правительство в Украине и правительство в Кремле ну, одинаковое по адекватности, что оно дружит друг с другом, вот так не разлей вода, оно друг с другом дружит. А народ? Ну, народ можно обманывать, как хотите. Поэтому речь идет сегодня не об адекватности правительства украинского или кремлевского, речь идет о том, что вот этот провокационный шаг из песочницы Кремля был сделан в сторону Киева. Для чего-то он был сделан. Ну, так, а потом, знаете, растоптали куличик киевский и сидят в Кремле и думают, и говорят, а мы хорошие, мы ничего не делали. Но, в принципе, это так выглядит. Но давать название полкам, обозначая их направление, на войну, которая вот-вот разгорится. Ну, а как бы вы восприняли такой факт? Ну, он, конечно, похож очень на то, что полкам присваиваются имена направлений, в которых они пойдут. И, конечно, как в качестве такого серьезного примера, мы всегда должны опираться на исторические примеры. Ну, на какие хотим, конечно, а не просто на все исторические примеры. Мы из всех исторических примеров, из десятка, мы выберем один, который нам выгоден. И вот, послушайте, что был такой случай в других странах. Французские ВВС, например, сохранили почетное наименование, данное товарищем Сталином. В их состав до сих пор входит истребительная эскадрилья Нормандия-Неман. Название реки, протекающей через Калининградскую область, Литву и Белоруссию, было добавлено к названию франко-советского авиаполка. Это Нормандия-Неман в ноябре 1944 года в честь воздушных сражений в этом районе. Ну, ведь понятно, что полк не менял свое название, хотя прошло с 1944 года, ох, как много времени, однако же он не стал менять это название. И это не одно и то же. Это не тот пример, который можно привести в данном случае. Но идет такая работа мошенническая, знаете, как наперсточники передвигают название туда-сюда. И вот вам вроде бы то же самое. И мы опираемся на эти факты. А в Королевском полку Шотландии, который входит в состав армии Великобритании, существует церемониальная рота. Это церемониальная рота для королевы, для дворца. И эта рота называется Балаклава. Своё номинование она получила в честь Балаклавского сражения в Крымской войне, состоявшегося 25 октября 1854 года, когда шотландцы отразили атаку русской кавалерии. Но и мы до сих пор не знаем, что же это была за атака, и кого шотландцы или там англичане сегодня, они оставили на берегах, и кто дальше правил. Мы вообще не знаем ничего об этих войнах. И слово Балаклава, ну что оно, такое славяно-русское, что ли, Балаклава? Что означает вот этот набор букв, соединённых в одно слово? Что означает такой набор букв Балаклава? Ну скажите, какое русское название? А может быть оно у шотландцев имеет какое-то обозначение чёткое, но мы этого не знаем. А так как мы живём на этой земле, и это название постоянно употребляем, нам кажется, что оно уже наше. И с какой стати? Англичане однажды, совсем недавно, выпустили альбом по Крыму. У нашего правительства не доходят руки и мысли. И у крымского правительства не доходят мысли о том, чтобы выпустить альбом. Вот такой. Как выпустили его англичане? Этот альбом для нас? Думаете, этот альбом для нас? Да нет, они его для себя. Пейзажи и достопримечательности Крыма в рисунках Карла Бассоли. Вот как. Вы понимаете? Ну, они выпустили, конечно, и на английском, и на русском языках. Ну, вот она, Балаклава. Вот она, Балаклава. А? Она, Балаклава. Она что, это русская? Это ж когда было название? И откуда оно пришло? Балаклава в Крым? Вы понимаете? Вот это столько нам лжи, и мы ничего не знаем. Мы не знаем. И только вот некоторые факты мы можем так вот зацепить со глазом и подумать. Давайте вместе подумаем. А что же это такое? Но не догматическим умом, а воспитанным на протяжении всего этого времени. А думайте, люди, вырывайтесь из матрицы лжи. Думайте. Что же это такое? Что такое нам хотели оставить художники? И что это такое Балаклава? Да? А когда это был альбом нарисован вот этим самым Бассоли? Здесь вот написано 1856 год. Я к вопросу об армиях и о том, как оно все складывалось. Понимаете? Я могу вам здесь много показать интересных картинок о том, как вообще выглядел Крым. Может быть, стоит посмотреть. Я говорю, догмы выбрасывайте. Нас так обманывали. Поэтому выбрасывайте догмы из своей головы. А вот Севастополь. Хочу вам показать Севастополь. Посмотрите, какой просторный город. Не так, как его сейчас замордовали и застроили всякими коробочками. Это Севастополь. Вот и смотрите, друзья. Понимаете? Это 1856 год. Бассоли рисовал. Итальянский художник для англичан рисовал. А вы знаете, что раньше, вплоть до революции, в Крыму проживали англичане, французы, итальянцы, немцы. Мы же ничего не знаем о своей истории. Давайте учиться и думать. Ну что же, я хочу на этом закончить свой ролик для того, чтобы вы понимали, право ли киевское правительство или нет, что оно сегодня призадумалось. И спрашивая, а что же случилось в Кремле, и почему вдруг полки стали менять свое название по направлениям, в которых могут они как раз и двигаться в случае развязывания войны между Украиной и Россией. И они беспокоятся. Они правы о своем беспокойстве. И я бы сказала, что и я тоже как бы сомневаюсь, что все это просто так выдуманы в целях патриотизма. Эти названия присваиваются полкам. И тем ли полкам они присваиваются или просто новым полкам, новым формированием. Я Таня Крацуба. Сиинбурган. Сиинбурган.